Не есть и не пить – это значит не пить и кофе. Как от него отказаться безболезненно? Да, не есть и не пить – это значит не пить и кофе. Конечно же. Как от него отказаться безболезненно? Ну, вы, когда начинаете пить кофе, вы попробуйте отследить ту эмоцию, те чувства ванья, которые вам дает эта кружка кофе. Что для вас кофе? Как правило, кофе – это начало нового, это новый день, это новые начинания, это забытие вчерашнего дня, если он был какой-то не очень приятный. А если он был приятный, то тогда вы себе на подсознании думаете, что следующий же день будет еще круче, еще лучше. И кофе – это, как правило, начало нового. Это на ощущениях, на чувствовании. Попробуйте отследить, что вам дает этот кофе. Когда вы попробуете отследить, когда вы это отследите, когда вы поймете, что для вас кофе, тогда вы уже себе можете спокойно задать вопрос, что могу ли я эти чувствования, эти ощущения, эти восприятия поймать чем-то другим, не кофе. Например, прогулкой или рисунком, танцем, пропеть что-то с утра, даже если все говорят, что у вас отвратительный голос. Но это же круто, когда ты поешь. Ну и что? Пусть привыкают, пусть знают, насколько вам хорошо. Потому что когда поешь с удовольствием, там идут другие нотки, они идут подзвучные. И ты сам себя начинаешь бодрить, когда ты начинаешь петь песни, а еще и пританцовывать, например, там, щеткой в зубах утром, это бывает, там, еще что-то. То даже если ты встал в отвратительном настроении, и ты сам себя начал вот таким способом разогревать, даже если ты понимаешь, что тебе не то, что не хочется петь, тебе вообще вылазить под одеяло не хочется, ты можешь, да нафиг, это вообще все надо. Блин, все вообще против меня, весь мир против меня, никто меня не понимает, никто не воспринимает. И когда ты начнешь сам себя вот таким способом растанцовывать, распевать, смешить, то ты поймаешь, как в течение первых десяти минут ты не узнаешь свое состояние. Всего десять минут. Они изменят весь твой день. Попробуйте. Субтитры создавал DimaTorzok